К нашему эфиру присоединяется Игорь Попов, эксперт аналитического центра Объединенная Украина. Игорь Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я бы вот как раз с этого и хотел начать. Есть ли шанс, что Индия все-таки помимо готовности коммуницировать между Москвой и Киевом, помимо такого опосредованного предложения в возможной площадке для следующего мирного саммита, возможно ли Индия все-таки поставит подпись под коммунике, но если не швейцарского, то следующего саммита мира? В дипломатии нет ничего невозможного. Индийская сторона объясняла отсутствие подписи тем, что по их мнению в переговорах должна обязательно принимать участие Россия. И поэтому действительно участие Российской Федерации и представителей во втором саммите мира не исключается. И поэтому коммунике второго саммита Индия, вероятно, в таком случае подпишет. Более того, сам текст первого саммита не вызывал никаких возражений индийской делегации, поэтому не исключено, что перед вторым саммитом, если на него уже будут ехать россияне, то Индия согласится подписать первые коммуники. Это, конечно, тоже было бы очень важным сигналом для многих государств. Кстати, на того, что сейчас много в последнее время говорят о возможности переговоров, в принципе, как таковым, о формате, о том, кто будет принимать эти переговоры, кто будет принимающая сторона или даже вот этим медиатором в этом случае. Как вы видите, после очередных заявлений с Кремля, того же пресс-секретаря Путина Пескова, о том, что, в принципе, уже, как он сказал, утратил сейчас актуальность. Действительно ли утратила эта актуальность для российской стороны? И что могло бы повлиять на изменения их мнения? Ну, главный фактор для того, что будут проведены переговоры или что будет на саммите мира присутствовать российская диригация, это, конечно, не место проведения, это готовность сторон к неким компромиссам. И поэтому российская сторона просит слишком больших компромиссов. И вы действительно в своем сюжете рассказывали, это последовательная позиция президента Зеленского о том, что Украина не собирается отдавать кому-либо территорию. Потому что принцип территориальной целостности Украины, он является определяющим, против этого не возражает даже Китай, которого считают страной с особой позицией. И поэтому пока Россия будет требовать, чтобы Украина и другие страны признали незаконную аннексию территорий, никаких переговоров не будет. Во всем остальном, да, возможны варианты. Но суверенитет и территориальная целостность остаются главным принципом. Поэтому пока не будет переговоров, стороны будут пытаться создать дополнительные преимущества, в первую очередь в военном плане, в плане безопасности, а также дипломатии, перед переговорами, которыми, скорее всего, все равно закончится эта война. И почему, собственно, я и упоминала страны-медиаторы, которые могли бы стать в этом переговорном процессе странопринимающие. И, как мы видим, сейчас активно идут переговоры с той же Турцией, Саудовской Аравией, Катаром, Индия, возможно. Имеет ли значение, какая страна будет принимать второй саммит мира? И я имею в виду для того, чтобы привлечь, скажем так, и Российскую Федерацию к этим переговорам и, в конце концов, хоть к какому-то консенсусу? Определенное значение имеет, но не определяющее. Большинство мирных переговоров действительно проходят в Швейцарии. Переговоры по Вьетнаму еще 60 лет назад, по Сирии, по Ливии, по Южному Кавказу. Большинство из них проходили именно на территории Швейцарии, преимущественно в Женеве. В Женеве находятся ряд учреждений, организаций объединенных наций. Швейцария известна своей древней нейтральной традицией. Но сейчас Россия не готова. Она считает, что Швейцария недостаточно нейтральна по отношению к войне России против Украины. Поэтому рассматриваются другие страны. Это действительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция. Площадка, которая будет приемлема для обоих сторон. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк поиронизировал в эфире телеканала Freedom по поводу ситуации в Курской области. Мол, Кремль, Путин, вот вы хотели остановиться там, где сейчас находится линия разграничения. Ну вот смотрите, Курская область наша. Давайте вот с таких позиций. Ну это, конечно, ирония. Ну а вот как по-вашему? Насколько операция в Курской области усилила позиции Киева сейчас в возможном предстоящем переговорном процессе? Насколько она может принудить Россию, принудить Кремль сесть за стол переговоров, но уже на условия Киева? После украинской операции в Курской области, по-моему, действительно исчезла из риторики российской дипломатии вот эта фраза «учесть реалии на земле». То есть это, конечно, не главный эффект. Насчет военного эффекта этой операции, скорее всего, мы еще не видим окончательной картины, и, возможно, это будет частью и других военных действий, о которых сейчас знает наш генеральный штаб, и он хранит их в сражайшей тайне. И об этом тоже пытаются, конечно, догадаться разведка противника. А что касается политического эффекта, то он заметен, действительно, он подрывает тот общественный договор, который существовал в России, что население готово терпеть лишения, но власть обеспечивает безопасность и неприкосновенность территории. Сейчас продемонстрировано, что это не так, и для этого должны быть политические реакции. Вот несмотря на заявление топ-чиновников Российской Федерации о якобы готовности к переговорам в России, на самом деле до сих пор высокий запрос на достижение изначальных планов Кремля в отношении Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании. В отчете, как пример, привели заявление российского экс-вице-премьера, ныне представителя оккупационных властей Запорожской области Дмитрия Рогозина, который призвал уничтожать все украинское в зародыше и заявил, что любое перемирие с Украиной будет означать верную смерть для российских детей. Но вот касательно того и процесса переговоров, тут наверняка не просто так сейчас ведутся переговоры с Адовской Аравией, с Катаром и Турцией, поскольку есть вероятность, что Путин не сможет игнорировать, скажем так, мнение лидеров этих стран. Что может повлиять на мнение лидеров этих стран, что Путин должен забрать и вывести свои войска? И могут ли они действительно влиять на мнение той же Российской Федерации? Страны, которые будут принимать переговорные группы, которые будут принимать второй саммит мира, они все же в основном предоставляют площадку. А что касается формирования переговорных позиций, то здесь наиболее сильное влияние на Кремль могут оказать те страны, которые на сегодня помогают Российской Федерации обходить санкции. Именно поэтому визит на Рендра-Моди в Киев был очень важен. И личная встреча двусторонняя с президентом Зеленским продолжалась три часа. Мы можем догадываться, о чем говорилось, но наверняка говорилось и о том, что Индия стала самым большим покупателем российской нефти. Да, Индия платит в рупиях, это создает огромные проблемы для российской финансовой системы, но тем не менее Индия, Китай, Турция, те страны, через которые идет сейчас параллельный импорт, именно они своей позиции могут повлиять на готовность Российской Федерации к компромиссам. Уже сейчас Запад применяют вторичные санкции против финансового сектора этих стран. Они в свою очередь сокращают свои финансовые операции или закрывают вообще позиции в Российской Федерации. Это продолжает давить на российскую экономику. Поэтому, пускай это не самый основной фактор, но это очень важный фактор. Это именно мнение тех стран, которые продолжают торговлю с Россией. Вот интересную мысль высказало издание «Гардиан». Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда сочтет, что Украина способна, и далее, цитата, «угрожать Москве и Санкт-Петербургу». Вот такая интересная мысль. Но в то же время Запад боится, что Киев может ударить по Москве и Санкт-Петербургу, о чем свидетельствует вот эта вот, словно зависит на боязнь эскалации. Как тогда принудить Москву к переговорам? Ну, в принципе, вот эта конструкция и показывает, почему война продолжается так долго. Действительно, если Российской Федерации будет угрожать непосредственно, непосредственно, не просто удары точечные по Москве и Петербургу, а будет создана угроза ее суверенитету и территориальной целостности, то по российской доктрине они могут применять альтернаторное оружие. Этого не хочет никто ни в Украине, ни на Западе, но в то же время никто ни в Украине, ни на Западе не может допустить поражения Украины. Поэтому выстраивание некой конструкции, которая не будет поражением Украины, но не приведет к полномасштабной Третьей мировой войне, вот это и является задачей дипломатии всех стран, не только украинской, российской. Поэтому именно вокруг этого идут переговоры. Потом переговорами, это можно назвать пока довольно относительно, это еще без официальных переговорных групп и без официальных директив. Даже в марте-апреле 2022 года были созданы официальные группы, указываемые президентом, были утверждены тайные директивы. Сейчас мы еще не дошли до этого этапа. Напоследок, Игорь Владимирович, действительно, события в Курской области, на Курщине, как уже принято, говорите, они как-то влияют, в принципе, на позицию в Кремле? Это еще одна переговорная позиция, конечно, и влияет, скорее всего, в том, что операция в Курской области, она повлияла на общественное мнение в России. Вы цитировали Рогозина, да, некие публичные политики заявляют о необходимости войны до полной победы, разрушения Украины, но мы замеряем и читаем опрос общественного мнения, большинство россиян уже готовы к компромиссному миру. И поэтому остается еще принудить к этому решению руководство Кремля. Ну да, по последней статистике, там на 2-3% упал рейтинг Путина, который рос, судя по последним данным. А вот тут вот такое вот стремительное. И во многом как бы на позиции Кремля повлияло именно вот то самое заявление Путина, что срочники воевать не будут, и тем не менее матери добили своего. И это молниеносный обмен срочников, захваченных в Курской области, так и произошел. Как вы считаете, Путин боится таких вот материнских бунтов, материнских выступлений? Насколько оно может подорвать авторитет? Действительно, срочный обмен срочников, это была реакция на общественное мнение, на те возмущения, что украинскую операцию в Курске поставили останавливать служащих срочной службы, они попали в плен, и это нарушало тоже часть общественного договора в России. Поэтому буквально накануне российская сторона заявляла, что после Курской операции они останавливают любые контакты с Украиной, в том числе по обмену военнопленными, но на следующий день сами согласились на этот обмен. Украина готова продолжать все обмены, Украина максимально заинтересована вернуть всех украинских граждан домой в Украину. Спасибо вам большое, Игорь, за то, что нашли время для нас. Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.